Мечи для любого ведьмака это главное орудие по убийству монстров. Ни арбалеты, ни магия, ни бомбы не сравнятся с обычным стальным или серебряным клинком, который разрубает любого монстра в любой ситуации. В серии книг Сапковского Геральт меняет мечи не часто, только по необходимости, когда предыдущие либо сломались, либо потерялись, либо попросту были украдены. При этом такая потеря становилась реальной проблемой, ведь битвы у ведьмака идут чаще всего не на жизнь, а на смерть, а сломавшийся в самый неподходящий момент клинок, скорее всего, сулит ведьмаку просто смерть. В мире игры все немного проще и клинков на порядок больше, но это не значит, что ходить можно с любой ржавой палкой. Хороший клинок станет отличным дополнением в приключениях, а его характеристики и особенности дополнят ваш билд, поэтому я и решил разобрать самые лучшие серебряные и стальные мечи, которые только есть в игре. И сегодня мы коснемся пятерки самых лучших и сильнейших стальных мечей в игре Ведьмак 3. Поехали! Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Стальные мечи это мечи, которые Ведьмак использует против обычных, не магических существ. В игре это только люди и звери, им он наносит свой полный урон, а вот против магических чудовищ практически бесполезен, нанося, дай бог, если десятую часть своего урона. И несмотря на то, что разновидностей магических тварей куда больше, чем обычных, стальной меч не менее ценен, чем серебряный, особенно, когда путь тебе преграждает небольшая банда бандитов. Но давайте уже к делу. Всего я отобрал 17 прекрасных мечей, часть из которых мы рассмотрим вне топа, а часть является скорее более слабой альтернативой основному клинку. Первым делом, вне топа, я хочу выделить самый необычный вид стального атакующего оружия. Это лопата ключника. Получаем мы ее в дополнении каменные сердца по сюжету. Это единственное в игре оружие, которое обладает эффектом возврата хп само по себе. И если быть точным, возвращает оно 10% от нанесенного урона. Правда на этом ее особенные свойства заканчиваются. Это оружие нельзя улучшить у мастера рун. Оно обладает посредственным уроном и... Это гребаная лопата. Поэтому я ее и не включил в топ. Вы когда-нибудь видели ведьмака с лопатой? Нет? Ну я тоже как бы ведьмаков не видел, но не могу себе представить, чтобы Геральт ходил с лопатой. Его люди не поймут. Ну а первым в топе я хочу выделить сразу два клинка. Практически братьев-близнецов вампирского мира. Стальной меч из Тесхамутны, который мы находим по квесту с Регисом в крепости Тесхамутны. И его собрат стальной меч из Хенгайд. Это два прекрасно и даже идеально выполненных с визуальной точки зрения клинка. В двух разных расцветках. Черным, словно безлунная ночь. И кроваво-красным. Их дополнительные характеристики зеркальные и крайне хороши. Разве что атаку у меча из Хенгайд немного выше. Оба клинка являются частью вампирских доспехов, которые умеют восстанавливать ХП от нанесенного урона. Мне эти клинки нравятся именно своим внешним видом. Поэтому вы часто видите в роликах Геральта именно с ними. Не менее интересным клинком является меч из мира Тысячи Сказок. Называется он Витис, который мы находим у мертвого рыцаря. Главной особенностью его внешнего вида является интересно выполненная гарда. Как будто это не меч, а шпага. Помимо отличного внешнего вида и хорошего урона, ведь меч мы находим в самом конце игры, крайне невероятно выглядят его характеристики. Дающие аж по 20% к силе каждого из пяти знаков. На моей памяти это первый и последний стальной клинок делающий так. Если не считать ведьмачьи мечи конечно же. Если в качестве повышаемой силы знаков он немного проигрывает гроссмейстерскому клинку Грифона, то с лихвой окупает эти пару процентов своей атакой. Что делает его более привлекательным по базовым характеристикам для более боевого билда. Золотую серединку нашего топа занимает поистине самый невероятный стальной клинок дополнения Каменные Сердца. Великолепная карабелла самого Ольгерта фон Эверика, которой он дал имя своей жене Ирис. И получить эту карабеллу можно только в том случае, если спасти Ольгерта от Гюнтера. И тогда он отдаст нам ее как самое ценное, что у него есть, чтобы начать все с чистого листа. В отличие от других клинков это не меч. Это огромная изогнутая сабля. Она не имеет каких-либо характеристик, кроме разве что особого магического умения заряжаться в бою и наносить колоссальный урон, тратя на удар здоровье владельца. Что крайне отлично подходило бессмертному Ольгерту. Единственный минус этого клинка в том, что он невысокоуровневый и жестко привязан к рекомендуемому уровню прохождения дополнения Каменные Сердца. Но благодаря сильному билду мы можем забить на недостаток силы этой сабли и прекрасно с ней воевать даже на сотом уровне. Осталось два места, два клинка. Это два самых сильнейших меча, среди которых я так и не нашел себе тот, которому я бы отдал сердце и душу целиком. Ведь у каждого есть свои преимущества. Но перед тем, как мы перейдем к ним, еще одно отступление на необычные клинки. Помимо классических статов на повышение силы и шанса крита, пробивание брони, отравление, кровотечение и кучу других характеристик существуют и довольно редкие. Они специфичны и обычными мечи с такими характеристиками сами по себе не применяются, разве что дополняя и усиливая определенные билды. Таким клинком может стать, например, меч рыцарей Пылающие Розы, которые помимо прочих плюшек увеличивают шанс убить на месте на 3%. Что идеально подходит для усиления моего билда Ван Патчмена и навыка Смертельная Точность. Кроме того, он же отлично подходит и для билда с использованием Аксия. Ведь одна из главных фишек Аксия, это увеличенный шанс мгновенного расчленения противников в состоянии стана, конечно же, сопровождающийся мгновенным убийством. Кстати, существует клинок, дающий плюс 10% к этому параметру. Также существуют мечи, дающие прибавку к получаемому золоту. Не знаю зачем это. Но вот, например, меч Волк, который, вероятно, разжигает тягу к золоту у любого ведьмака, попутно увеличивая его количество. Отлично работает меч Зимний Клинок, который имеет редкое свойство урона холодом, в совокупности с шансом вызвать заморозку. Один из самых удивительных в игре мечей, это клинок из Тир Тохаир, который дает 35% буст к шансу вызвать кровотечение. Все остальные клинки дают максимум 10-15%. Одно из главных свойств клинков, это увеличение силы критического урона. Сильнейшим среди мечей в этой характеристике является меч Хьялмара, который дает плюс 166% к силе критического урона, что на 66% выше, чем у самого сильного клинка. Жаль, что его можно достать только консолью, а потому я лишь упоминаю о нем. Но вернемся ко второму месту. Это был сложный выбор, но второе место занимает именно он. Клинок хорошо знакомый всем, кто со мной уже давно. Стальной меч Тусенского рыцаря. И без тени сомнений я назову этот клинок сильнейшим среди всех возможных стальных мечей в этой игре. Если вас заботит максимальная сила и ваша стихия это фектование, то этот клинок то, что вам нужно. Тут даже раздумывать не стоит. У него максимальный в этой игре прирост к силе крита в 100%, максимальный прирост к шансу крита 20%, у него 30% буст к мощи Квена, что выше, чем у сетового клинка легендарного гроссмейстерского грифона. При этом он игнорирует 300 единиц брони, что неплохо, учитывая уровень. Это, кстати, максимальный показатель из возможных. И это помимо самого высокого урона среди всех клинков. И в довесок, вы всегда можете с 15% вероятностью поджечь врага, что выведет его из строя и будет какое-то время отнимать у него хп. Это лучшее по силе оружие, и я ходил с ним очень долго. Но его довольно сложно достать. Этот меч можно только скрафтить. Рецепт на него рандомно выпадает из любого сундука в Тусенте. Перед тем, как найти именно этот рецепт, вам придется собрать 3 рецепта более слабых аналога. Начиная от Баклиерских клинков, перейдя к Тусентскому клинку, и только потом завершив все это клинком рыцаря. Но оно того стоит. Единственное, что мне не очень нравится, это его внешний вид. Больно он уж странный. А потому первым местом среди лучших клинков я назову другой. Бельховенский клинок. Вы только посмотрите на этого красавца. Он тоже крафтится, но только рецепт найти на него гораздо проще. Ему требуется куда меньший уровень, хотя это и снимает у него немного очков прямого урона. Он дает те же самые 100% к силе крита, что является главным атрибутом силы меча. Шанс на 5% меньше, чем у рыцарского. Но с убийственным куражом нам и нулевой показатель шанса крита сойдет. Увеличивание силы Аарда куда более полезное умение, чем увеличивание силы Квена. Если не собираться в защиту, конечно же. Почему? Посмотрите ролик про Квен, там все подробно рассказано. А вот Аарт может быть гораздо полезнее. Про него, кстати, тоже недавно вышел ролик. Отравление или поджигание? Ну, если играть на крит эффектов, то имхоотравление эффективнее. Хотя я и не уверен. Подробный тест будет скоро, там и посмотрим. Ну и кроме того, этот клинок, так же как и клинок Тусенского рыцаря, имеет младших братьев. Наперстник и клинок Фарамона, который не намного слабее Бельховенского, в отличие от Баклеровской разновидности Тусенского. И самое главное, внешне он гораздо круче и брутальнее, чем клинок Тусенского рыцаря. А значит, в это мгновение я присуждаю ему звание лучшего стального клинка в Ведьмак 3. И так как я пообещал в скором времени пересобрать свой идеально сильнейший билд, этот клинок станет мне в этом спутником. Героем этого видео стал Алексей. Анонимный Алексей, который, простите за тавтологию, попросил остаться анонимным. Практически мой земляк и дважды герой видео, которому я обещал билд на кота. Спасибо тебе за помощь, кот уже практически в процессе. Также хочу напомнить, что помочь каналу и стать героем видео может каждый из вас. Ссылка в описании. Да и вообще, заглядывайте в описание почаще, там вы всегда найдете актуальное описание, название песенок и ссылки на ролики, которые использовались или упоминались в видео. А также несколько очень полезных ссылок на объясняющие и рассказывающие о важном ролике. А на этом все, ребята. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось видео, а значит оно заслужило лайк, а я подписку на канал. Если вы уже подписались, то не забудьте включить уведомления о выходе новых видео, нажав на колокольчик, и тогда вы точно будете первым и ничего не пропустите. Напишите, какой из мечей на ваш взгляд самый лучший, может быть он будет не из моего списка. Ну а учитывая, что сегодня были стальные мечи, скоро будут и серебряные. Но следующий ролик будет не о них, а о новом противостоянии. Каком? Узнаете буквально на днях. Увидимся в новом видео и на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok